доброе утро доброе утро всем кто присоединяется закрепляю свой аккаунт и название эфира сегодня мы продолжаем делать снеговика снежану привет привет так аккаунт я закрепила название написала всем привет привет тем кто вчера был у меня на эфире кто собирал вместе со мной снеговичка привет тем кто вчера не присутствовал сегодня мы продолжаем сборку вернее основную часть снеговика мы сделали вчера и сегодня нам осталось его только расписать голова у меня еще естественно не приклеена ничего добрый день добрый день всем ребят если меня у меня уже испеклась основа круто я очень рада я очень рада жду ваших снеговичков браво браво что хотела сказать забыла забыла вообще потому что у меня сегодня с утра день пошел наперекосяк пока замешивала айсинг для эфира сломала два миксера два венчика полетела в общем то мне пришлось его 40 минут 40 минут минут взбивать вручную холодрыга руки деревянные психую но я надеюсь мы сегодня справимся на отлично девчонки сейчас пару секундочек я просто руки согрею потрою друг от друга потому что реально холодно руки не слушаются класс не очень спасибо большое девчонки кто у меня на эфире первый раз меня зовут ясмина дэшер мой аккаунт прикреплена сообщение внизу на ваших экранах вы можете посмотреть зайдете потом после эфира посмотрите чем я занимаюсь в пряничном деле что я делаю у меня есть пряничная школа онлайн джинджер в ней мы учимся делать сувенирные в основном 3d пряники пряники с вал эффектом состаренные различные и которые выглядят очень необычно при всем при этом уроки я снимаю очень доступные по подаче материала да то есть несмотря на то что работа будет выглядеть очень дорого и круто делается на самом деле очень легко и с ней может справиться даже новичок если у кого-то что-то не получается то я всегда на связи всех довожу ну до финала полночи смотрела полночи смотрела выигранный курс все не пересмотреть настолько все подробно и спасибо большое ну вот уже у нас появились те кто вчера выиграл курс на эфире разыгрываем мой новогодний курс него входит 4 урока рождественский пояс новогодний топиарий шарик дед мороз и винтажная рамка стиле ретро на 4 угр урока очень много информации очень много техник в нем этот курс мы разыгрываем по одному курсу на каждом эфире то есть вчера у нас было три эфира мы разыграли три курса сколько сегодня у эфиров будет я не знаю но я думаю что по минимуму два вот поэтому будем разыгрывать как проходит розыгрыш в течение эфира мы с вами работаем мы с вами разговариваем я объясняю то что я делаю и неожиданно я подаю вам команду хочу новогодний курс как только вы вот это слово сочетание услышали вы сразу пальчиками быстренько набираете комментарий хочу новогодний курс спасибо за ваши сердечки первый комментатор который у меня появляется на экране я делаю скриншот и после того как мы закончим интенсив сегодняшний да я у себя в аккаунте в story с вашим упоминанием выложу имейте ввиду что инстаграма такая политика что комментарии появляются не в одинаковой последовательности на разных гаджетах то есть у кого-то вы можете быть первым а у меня десятым например да поэтому чтобы никому не было обидно его избежание дальнейших вопросов разных негативных я делаю скриншот у тебя экрана первого комментатора кто напишет хочу новогодний курс и потом stories его выставлю и соответственно 4 урока из этого курса вы получите абсолютно бесплатно далее в конце сегодняшнего интенсива я тоже буду дарить подарки это будет огромнейшая скидка как на новогодний курс так на отдельные уроки новогодние и также будет огромная скидка на вход в мою пряничную школу очень 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 большая скидка декабрь время сюрпризов и подарков да они должны быть и мне очень нравится что те эмоции от людей которые я получаю когда они что-то выигрывают им действительно вот эти уроки эти курсы это школа они им нужны они хотят продвигаться они хотят учиться дальше спасибо за ваши сердечки огромное спасибо и просто вот их эмоции они просто непередаваемые поэтому у тебя на страничке я очень часто делаю какие-то розыгрыши какие-то скидки часто мы устраиваем флешмобы с моей подружкой сладкий рисунок у нее аккаунт называется вот кстати сейчас у нас завтра будет флешмоб мы также будем дарить подарки много подарков будем дарить и все только за то чтобы вы выставили свою новогоднюю работу любую под хэштегом хэштег у нас называется новогодний пряничный флешмоб у меня есть новый пост его сегодня выставила на у себя на страничке в помощь к этому флешмоба я сняла три бесплатных урока там домик там новогодняя шкатулка и их уже у меня нет забрали и вот такой вот пряничек тоже вчера буквально я выложила бесплатный урок как сделать вот такой пряник кто у меня не был еще кто не смотрел зайдите посмотрите и выставляйте свои работы обязательно потому что можно выиграть и подарочки тоже ну что также для тех кто со мной еще не знаком смотрите ребят я когда работаю я не читаю сообщения во первых не это неудобно отвлекаться от работы да во вторых работаю я без очков а читать мне нужно в очках поэтому туда-сюда глазами елозить я не могу я я не просто не увижу то что вы пишете ваши сердечки краем глаза я вижу благодарю за них большое спасибо и также мы с вами работаем в горизонтальном формате не в вертикальном а в горизонтальном поэтому переворачиваем свои телефончики и мы начинаем сегодня что нам нужно сделать нам нужно расписать личик когда у снеговика затонировать шапочку опушку также затонировать жакетик и соответственно варежки и прилепить какой-нибудь декор сюда вот но декор это абсолютно на ваше усмотрение вы можете делать можете не делать также еще одно важное замечание кто делает вот такого снеговика по этому мастер-классу выставляет к себе на страничку пост моим упоминанием и соответственно с фотографии работы то от пряничной школы джинджер я вам выпишу сертификатик вот за эту работу так ну давайте мы с вами начнем с личико с личико распишем личико потом мы его приклеим и будем уже на готовом тонировать шапочку и жакетик так водичка тарелочка на пластмассовых палитрах я не люблю работать во первых они у нас ужасного качества и вся краска на них скатывается поэтому я вот очень просто на тарелочке для начала мне хочется совсем совсем чуть-чуть затонировать личико снеговика для этого я буду использовать вот сухой у меня коричневый краситель на крышечке сухой индийский немножечко я его прям очень-очень светло разведу и немножко пройдусь по лицу снеговика можно в принципе сделать и оттонировать чтобы он был немножечко голубоватым да ну мне как-то больше нравится коричневые такие оттенки и начиная с краешку полусухой кисточкой не нужно ее сильно мочить немножечко просто добавим живости до скажем так чтобы он был не смертельно бледного цвета белого все-таки что-то на нем присутствовало какой-то тон если где-то перетемнели ничего страшного хорошенечко кисточку промыли лишнюю влагу убрали и чистой кисточкой прошлись по тем местам где вам не нравится да как бы потерли красочку немножечко вот совсем чуть-чуть просто чуть-чуточку так далее мы сразу с вами сделаем румянчик 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 девочки красители у меня наши арабские они отвратительного качества но у меня просто доступа к другому нету ни к чему поэтому я уже как-то приспособилась чаще я конечно работаю на индийских красителях на сухих но если какого-то оттенка мне не хватает то я беру гелевые лучше всего конечно работать пыльцой когда вы делаете румянчик уже после того как у вас просох основной тон но если нету пыльцы да то мы делаем таким вот образом наносим румянчик да где мы хотим можно вот сюда к носику немножечко подтянуть его чтобы он более такой живчик у нас был наносим и далее по краям вот этого вот румянца чистенькой кисточкой влажной мы чуть-чуть его вот так вот как бы растягиваем вот похлопывающими движениями такими лучше конечно плоскую кисточку для этого вот у нас румянчик растянулся не знаю видно нет потому что освещение у меня хромает вот и также поступаем со вторым то есть вот такими похлопывающими движениями прижимаем кисточку прянику тут же отпускаем по краешку и получается что у нас край немножечко растягивается не нужно и лазить кистью по всему лицу как-то его пытаться растянуть надо вот элементарно плоской кисточкой по прижимали вот так немножечко полусухая влажная кисть вернее как она может быть полусухая влажная влажная но чтобы с нее не текло такая вот она лишнюю влагу об салфеточку либо полотенчика промок промокнули и все если где-то хочется добавить можно тоже немножечко добавить на лобешники можно чуть-чуть таким образом постараюсь сегодня не накосячить глазами потому что честно говоря я вся на нервах вот и руки у меня просто ходят ходуном пыталась я как-то успокоиться с утра но чё-то у меня весь день сегодня не такой можно конечно делать поярче румянчик если вам хочется вот опять также можно нанести похлопывающими движениями кисточку промыть так влажно и под растягивать то есть интенсивность румянцы да вы уже корректируете сами как вам хочется как вам больше нравится откуда-то у меня на кисточке желтый не промыла кисточку нормально время я выставила на комментарии отвечаю в конце эфира минут за пять за десять до конца эфира я останавливаюсь читаю ваши комментарии вопросы если у вас какие-то появляются вы их пожалуйста пишите в конце эфира я обязательно на них отвечу прочитаю их вот теперь более выражена на сумянец и давайте перейдем к глазам глаза синенький синенький так черный черного немножечко совсем чуть-чуть это даже многовато думаю с такого мы начнем лишнюю влагу убираем чтобы было полу сухая кисточка и аккуратненько сначала намечаем место расположения радужки и затем потихонечку будем с ней уже работать где-то затемнять где-то засветлять аккуратненько зрачок мы не трогаем зрачок оставляем беленьким если трудно нарисовать кисточкой глаза да я вот все тоже иногда намечаю место расположения радужки где у меня будет где у меня будет зрачок то есть карандашиком можете наметить ротик можете себе наметить потому что не всегда до удается нарисовать с первого раза то что хочется особенно если не художник да скажем так то есть если мне сказать нарисуй на бумажке я такое изображу что ужас все разбегутся на пряники рисовать гораздо легче чем на бумаге поэтому главное не торопиться и работать потихонечку я думаю вам сейчас на экране видно да мои движения то что я делаю потому что говорит мне сейчас не очень удобно я практически не дышу мало того что у меня руки трясутся сейчас еще и немножечко мы затянули край радужки да и нужно это дело чуть-чуть растянуть сейчас чтобы не было такого четкого перехода при этом то место которое у нас вот возле зрачка мы туда сильно не растягиваем потому что под зрачком нам все равно нужно будет кусочек выберите еще и чтобы не использовать много диоксина при при прорисовке мы стараемся растянуть вот эту вот окантовку по глазику по радужке по краюшку именно это касается нижней части радужки потому что верхняя она должна быть затенена и там у нас обычно более темный цвет еще идет добавляется а нижней растягиваем можно чуть-чуть капельку добавить черного чтобы затенить вот яркий этот синий цвет чтобы сделать его более спокойным таким для верхней части глазика потихонечку рисуем никуда не торопимся нет спасибо хочется мне еще добавить тона потемнее верхнюю часть самую верхушечку вот сюда поэтому уже смешиваю побольше синего и черного чтобы здесь у нас совсем в тень ушло так кисточку поменьше возьму не чуть-чуть протянул отсюда если где-то вылезаете за радужку или запачкали где-то сразу же краску подтираете кисточку мучить все водички хорошо прополаскиваете и аккуратными движениями по одному разу провели чистой кистью сполоснули протерли вот излишков влаги и подтерли там где испачкали не ждите пока у вас краска высохнет то есть на самом деле глаза можно рисовать до бесконечности можно сидеть очень долго над ними если у вас есть картинки либо там начинающий мастер то лучше вам конечно какой-нибудь исходник картинки перед собой держать если картинки нету то рисуйте по памяти так разводим черненький для зрачка обязательно когда рисуете зрачок оставляйте место для блика блик не закрашиваете в противном случае что будет в противном случае в противном случае у вас хороший белый блик потом белым красителем потому что черная краска вообще любая агрессивная такая вот краска черная синяя красная да она будет съедать белый цвет моментально и красивый блик не получится ну либо придется его делать айсингом потом из карнетика если не хотите делать из айсинга блики затем то лучше блик оставить не закрашен так сейчас секундочку одену глаза свои потому что плохо мне тут видно голову можете опирать на стол не обязательно ее держать в руках на весу это дает вам дополнительный упор и соответственно не так трясутся руки то есть многие пряничники пряничницы знают что особенно вот на каких-то таких мелких деталях до руки могут просто ходуном ходить вроде сидишь спокойно и ничего такого не случилось рука прям ходуном ходит и ничего с этим сделать невозможно то есть обычно да вы можете как-то фиксировать вторую руку поддерживать ее если вы рисуете правой то левой поддерживаете как-то да но здесь не на что если мы ее просто опустим не очень удобно поэтому голову тоже нужно поддерживать соответственно вторая рука у вас либо в воздухе а если вы положите пряник на стол то правую руку можете облокотить тоже на стол соответственно трястись она будет меньше кисточка была красители все разводим водичкой в обязательном порядке никогда не красим чистым неразведенным красителем они очень концентрированные я думаю что здесь у нас есть девочки новички которые недавно в пряниках поэтому я стараюсь разжевывать всю информацию некоторые бывают пользуются прямо чистым красителем он у вас не высохнет на прянике он будет липнуть потом к пакетику при упаковке вообще-то не очень удобно на скажем так такие глазки у нас получились сейчас мы глазки оставим в покое чтобы они у нас подсохли и далее мы еще немножечко проработаем радужку пока мы можем покрасить морковку нарисовать ротик для морковки берем красненький красненький берем желтенький желтый у меня сухой тоже желтенький берем и соответственно мы смешиваем я очень часто смешиваю красители не очень люблю работать готовыми покупными какими-то оттенками так что то очень оранжевая она получилась кисточку протираем и красим морковку вчера на эфире я говорила что морковку вы можете отсадить сразу же оранжевую но так как вчера я отсаживала на влажный айсинг лица то есть он у меня был не подсохший я просто побоялась миграции цвета поэтому я ее сейчас аккуратненько подкрашу шур дверь закрой потому что оттуда музыка дверь закрой как вы помните носик мы отсаживали искусабельного айсинга морковочку эту и она соответственно когда вы ее вертикально так отсаживать эту морковку на ней появляются некие как бы не трещинки складочки да какие-то очень очень маленькие складки и когда вы в дальнейшем прокрашиваете вот эту морковку в случае если вы отсаживали ее белой да то эта краска затекает видно нет затекает вот в эти сейчас как на сфокусируя телефон фокус дай дай фокус не хочет фокус давать краска затекает вот в эти складочки и получается прям натуральная морковка такая также морковочку можно проработать очень тоненькой кисточкой до какой-нибудь 230 черным красителем полосочки на ней дорисовать так давайте теперь нарисуем ротик сначала мне хочется ему знаете что сделать прокрасить ротик внутри немножечко якобы розовый якобы розовый не нужно сильно агрессивного цвета его делать немножечко просто внутри ротика прокрасить чтобы у нас рот внутри был не белый а имел какой-то оттенок прокрасили теперь чтобы чтобы ротик нам нарисовать мы не сразу рисуем черным красителем да мы сначала намечаем намечаем сереньким светло-сереньким светло-коричневым например до расположение ротика если нас устраивает то мы уже прорабатываем более темным цветом до черненьким темно-серым какой вам больше нравится так нарисовали обозначаем нижнюю губу и немножечко сделаем такие загогулинки до чтобы обозначить щечки вот у нас уже такое милаха выходят мне кажется как вы считаете так поехали дальше дальше нам понадобится коричневенький чтобы проработать глазки то есть я никогда не начинаю проработку с каких-то темных оттенков да я сначала рисую светлыми светлым оттенком и затем его потихонечку затеняю потому что сами понимаете что светлый оттенок его гораздо легче до закрасить на пряники стереть вернее нежели спасибо за ваши сердечки нежели если вы сразу обозначить и все черным так не обозначаем глазки по краешкам я сейчас вот тут вот я конечно залезла и это дело сейчас под отру как раз так секундочку тут узнала не туда куда надо вот все я сразу краску брала приложила влажную кисть и немножечко провела красочка у нас ушла уже если бы здесь у меня был черный то мне бы пришлось повозиться побольше обозначили глазки снаружи и чуть-чуть прям еле-еле я их обозначу внутри потому что я перестаралась и расстояние между глазами я сделала достаточно узкая то есть он у меня получился такой даже не знаю как сказать глаза в кучу как это говорят наверное по-русски правильно уже не помню здесь я чуть-чуть прям совсем просто чтобы было понятно что это глаз они кучка айсинга здесь налитая у меня чуть-чуть совсем а наружные наружные до части мы уже прокрасим по ярче еще немножечко вот тут и теперь уже можно перейти к более темному оттенку можно даже черненьким выделить особенно наружные части глазика почему потому что там же у нас еще реснички будут поэтому наружная часть может быть потемнее спасибо вам спасибо за ваши сердечки так очень вредно нервничать перед эфиром ребята очень просто сейчас я немножечко подотру давайте камеру вот сюда немножко подвину то я частенько забываю прямо возле себя работаю и получается что вам не видно тут вот у нас снова стараюсь успокоиться на что-то у меня плохо получается видимо хороший нерв у меня было с утра чуть-чуть сюда провели и также обозначим нижнюю часть вот глазик у нас уже до этот глаз и этот глаз уже более четкое понимание что там у нас глаз находится красиво давайте девчонки если у вас какие-то есть вопросы по этому эфиру пишите их сейчас в комментариях я вот этот глазик закончу посмотрю ваши вопросики до я выйду выйду сохраню эфир и перезайду если что-то было непонятно сейчас именно то что мы делали в этом эфире то я на эти вопросы сейчас вам отвечу и во втором эфире мы соответственно будем продолжать дальше так и перед тем как я отвечу на ваши вопросы я хочу я хочу я хочу новогодний курс разыгрываем новогодний курс кнопочки я зажимаю и жду ваши комментарии хочу новогодний курс разыгрываем новогодний курс пишем в комментариях хочу новогодний курс привет кто присоединился пишем хочу новогодний курс и вы получите курс из четырех уроков вижу присоединившихся но не вижу кто хочет курс вижу присоединившихся но не вижу кто хочет курс бесплатно в ваших комментариях сейчас пишем хочу новогодний курс я не могу сидеть вечно с зажатыми кнопочками пожалуйста если если вам не надо то я не буду ничего разыгрывать потому что после эфира у меня не будет возможности посмотреть ваши комментарии вы сами это прекрасно понимаете ну окей раз никто не хочет тогда давайте нарисуем еще реснички нарисуем реснички если после ресничек я отвечу на ваши вопросики если там где-то у меня появится комментарий что кто-то хочет новогодний курс я его заскриню и выставлю stories вот так кисточку беру самую маленькую для ресничек 30 у меня тут так опять я увела под себя потихонечку прорисовываем реснички так же мы делаем с другой стороны так и так так и немножечко снизу хочется мне немножечко внутри вот эту штучку потемнить как-то совсем светлая она выделить немножко ходят у меня тут бродят всякие да вот такой у нас сегодня на эфире получился на первом а на втором мы будем дорабатывать радужку еще и соответственно дальше еще работать тонировать так давайте теперь телефончик верну на вертикальное положение посмотрю если у вас здесь вопросы так сейчас секундочку господи да что ж такое то все меня ходят и дергают уйди из комнаты ребят скроллю смотрю ваши вопросы если такие есть красота спасибо большое спасибо за ваши сердечки здравствуйте опоздала ничего страшного я постараюсь сохранить эфир и мы еще ему в любом случае не закончили как делали голову снеговика вчера была первая часть интенсива три эфира пожалуйста смотрите все там есть у нас двухдневный интенсив вчера мы сделали части сегодня мы его заканчиваем эфир постараюсь сохранить эфир постараюсь сохранить так скроллю привет кто присоединился спасибо за ваши сердечки очень приятно я на нервах сегодня но стараюсь уже как-то отрисовать более-менее нормально потому что грубо говоря очень плохо себя чувствую так не вижу ваших вопросов вы не волнуйтесь очень красиво получается спасибо большое но я вижу что можно сделать реально лучше но я просто но извините не в состоянии сегодня меня выбило из колеи очень много причин хочу новогодний курс ну наконец-то вот я нашла комментарии сейчас я их за скроллю за скриню вернее так что-то я не поняла за скри а вот все теперь хорошо один победитель у нас есть сегодня девочки курс разыграли мы победитель есть он будет stories у меня после того как мы закончим так 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 мы уже несколько раз написали значит у меня такой интернет был вот но в любом случае первого комментатора я за скри него я уже второй раз послал мы пишем сразу написала девчонки но вот только сейчас я это увидела реально не было у меня показывала только люди присоединяются 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 и вообще никаких комментариев нет поэтому то ли это было что-то от интернета то ли чего я была первой после ваших слов девочки я вам еще раз говорю что возможно вы были первая на своем экране но у кого-то у других вы не первое это принцип не принципа работает инстаграм так да нет я же зажимаю снизу кнопки поэтому экран не видно мне реально было видно только кто присоединяется присоединяется народ идет 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 идиота к комментов нету вот но сейчас я скроллю поэтому комментарии все вышли которые были напишут написаны и я все сделала пишем как заведенные девчонки жгете просто спасибо большое а то я уже расстроилась знаете что никто ничего не хочет думаю как это ничего себе не хотят подарки на новый год получить что такое может быть я что-то там неправильно сделала отложила все дела чтобы с вами быть и попробовать выиграть спасибо за возможность ну декабре должны быть чудеса как у меня отображается то я успела первое но вот видите как получается у всех все по-разному выходит поэтому мы просто один раз делали розыгрыш у меня на странице и я отключала комментарии симпатюлечка спасибо большое и это было вообще нереально у меня было очень много обиженных девочек потому что я отключаю комментарии затем я их включаю чтобы писали да какой-то там определенное словосочетание и у кого-то комментарии были просто закрыты еще они на экране видели комментарии других понимаете интернет работает у всех по-разному поэтому у кого-то с большой задержкой у кого-то сразу же поэтому я уже решила что комментарии отключать не стоит вау такой классный спасибо большое снеговик внутри полы до голова полая тело полая но он не шкатулка в принципе можно заморочиться и сделать шкатулку но у меня сегодня он такой можно внутри конфетки например какие-то положить когда вы господи а склеиваете его потому что после того как вы склеивали вы уже не будете подвергать его никакой термической обработки не будете нагревать его и с конфетками с подарками внутри ничего не случится спасибо девочки большое спасибо а я много пропустила но мы вот только сделали личико больше ничего не сделали я же как черепаха работаю в растрепанных чувствах поэтому так 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 спасибо за сердечки самое главное здоровье вам остальное все будет да здоровье тоже бы не помешало спасибо большое вопросов нет потому что все в шоке от вашей работы так плохо у меня все ребят или это наоборот все хорошо я на самом деле очень люблю делиться своим опытом я очень много информации дает бесплатных уроках в каких-то эфирах да поэтому ну я люблю просто вот тот порыв ну вот как это объяснить я даже не знаю не порыв ваши эмоции да они сил мне дают я не я не вампир если чё я не питаюсь вашей энергией айсинг не плывет вниз айсинг достаточно густой консистенции не плывет посмотрите в эфире во вчерашнем все есть записи спасибо за рецепт айсинга пожалуйста то есть я не вампир я не питаюсь вашей энергии но именно вот эти вот ваши эмоции они дают силы работать дальше продолжать что-то делать надо наверное не первого брать а какого я считаю что первые это абсолютно нормально так спасибо за рецепт айсинга пожалуйста ребят очень декор и многие части снеговика мы делали из кусабельного айсинга так как я свои рецепты не продаю они у меня есть в бесплатном доступе и на моей страничке да но рецепт кусабельного айсинга я даю своим подписчикам бесплатно то есть вам нужно просто подписаться на меня и написать мне в директ хочу рецепт кусабельного айсинга либо оставить такой же комментарий комментарий под эфиром я пришлю шикарный снеговик спасибо большое так домотала я до конца ваши комментарии 53 минуты давайте ребят я сейчас выйду эфир сохраню и сразу же перезайду хорошо буквально несколько минут